Здравствуйте! Это факты мнения. С 19 по 30 октября Краснодар поддержит второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Первый этап провели весной. Организаторы этого движения хотят, чтобы жители города и края активнее высказывались в отношении противодействия наркомании. Любой желающий житель города и края может позвонить по телефонам горячей линии, а их в разных ведомствах больше десятка, и внести свой вклад в борьбу с наркоманией в Краснодаре. Если вы располагаете информацию о распространителях наркотических и психоактивных веществ, о перевозчиках, наркопритонах, местах хранения наркотиков, фактах пропаганды, то следует сообщать в соответствующие инстанции. Помимо отделений полиции, звонить можно и в единую диспетчерскую службу, и в наркодиспансеры. Их сотрудники, кстати, занимаются профилактической работой, в том числе с подростками. Эта категория по-прежнему в группе риска и особого внимания медиков. Чем опасно употребление наркотических и психотропных веществ и как психологи предотвращают это, обсудим с Надеждой Исаевой, клиническим психологом, наркологического диспансера Министерства здравоохранения Краснодарского края. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте с акции начнем, о которой мы сказали. Сообщи, где торгуют смертью психологи, наркодиспансера, как подключаться к проведению данной акции? Подключаются к данной акции не только психологи, а все специалисты, врачи, весь персонал подключаются к этой акции. В рамках акции проводится межведомственное взаимодействие, то есть не только наркологический диспансер, но и различные центры культуры, образования, школы, молодежная политика. То есть мы все совместно объединяемся и проводим различные профилактические мероприятия, дабы предотвратить любое употребление любых психоактивных веществ среди молодежи нашего молодого поколения. Вот слово мероприятие, оно что предполагает? Я знаю, что в связи с последними модными тенденциями психологи даже тест какой-то, не тест, а квест антиранкотический придумали. Это как он выглядит? Мероприятие, да, действительно, это такое обширное название, обширное слово. Это могут быть как беседы, лекции, это могут быть тренинговые занятия, это могут быть информационные часы, это может быть и информационный блок, плюс какие-то элементы тренинговых занятий, плюс у наркологического диспансера есть такой проект, как Кубань вне зависимости, и в рамках этого проекта есть выездные мероприятия по кабинетам и есть квест вне зависимости. В рамках этого квеста проводятся блоки, охват тем самым и несовершеннолетних больше, плюс им это гораздо интереснее, потому что в рамках каждого кабинета проводится специалистам определенная своя деятельность. Это ответ на вопросы? Как вы подробнее окости? Вот смотрите, есть кабинеты, в каждом кабинете закреплен свой специалист. Это и врач, психиатр, нарколог. В рамках данного кабинета будет с несовершеннолетними, с участниками проводится процедура спирометрия, то есть будут несовершеннолетние с помощью аппарата исследовать свой жизненный объем легких. Это им очень интересно, потому что кто уже начал баловаться, например, потреблением табачной продукции, это будет ясно, потому что жизненный объем легких будет уже меньше, нежели у того, кто занимается активно спортом, плаванием, и дышит свежим воздухом. А кто же рискнет при докторе пройти? Всем. Им это всем нравится. Ну вот в 99, наверное, процентах случаев это им интересно, потому что обычная банальная лекция, она рано или поздно на всем надоест, концентрация внимания будет снижена. Когда разбавляется информация примерами, какими-то экспериментами, какими-то вовлечениями в какую-то доп. деятельность, соответственно, интерес у несовершеннолетнего возрастает. Надежда, а если во время этого квеста стало понятно, что легкие изменены, как вы говорите, действия врачей? Врач дает рекомендацию обязательно, да, то есть это не просто провелись... Развлечение какое-то, да? Да, процедуру спрометрии и успокоились. Нет, безусловно, будет проведена консультация по результатам данного исследования, даны рекомендации, настоятельные рекомендации. Понятное дело, мы его не заставим прийти к нам в наркодиспансер, тем более, если это выездные мероприятия. Но объяснить и направить на путь истинный, да, то есть, естественно, доктор это все сделает. Помимо викторин вот таких, я думаю, что медики обязательно рассказывают об опасности употребления наркотических веществ. Вы еще раз, как психолог, можете такие основные моменты проговорить сейчас. Как меняется в негативную сторону организм, еще не окрепший, можно сказать, организм подростка? Ну, с самого начала не будет явных изменений, да, как, ну, я даже не знаю, да, такой банальный пример, если человек начинает худеть, он не похудеет за один день. Ну, там, может быть, лишняя вода какая-то уйдет точно так же, и не будет явных последствий после, там, одного-двух раз употреблений, это и опасно. Точнее, эти последствия, они будут, они будут уже внутри организма человека. Но подросток этого не увидит, соответственно, он подумает, что ему все можно, все дозволено, он начнет свои эксперименты дальше, а дальше сформируется такая болезнь, как зависимость. И действительно, многие подростки путают это с привычкой, с каким-то увлечением. Модой. Модой, да. А на самом деле это формирование тяжело, тяжело излечимого заболевания зависимости. Ну, и приводит к летальным последствиям, не нужно об этом забывать. А сокращение жизни в итоге летальный исход. Вы сказали о том, что даже после первого, там, даже, может быть, случайного употребления начинается меняться поведение человека, да? Так вот, как это разглядеть? И, может быть, это должны заметить педагоги в школе или родители. Как обратить внимание на то, что человек изменился? И педагоги, и родители должны обратить на это внимание. Потому что, как правило, если ребенка хорошо знать, да, а кто хорошо знает, это, ну, в первую очередь, родители, потом те педагоги, учителя в школе или, может быть, там, на спортивных секциях. Вот что касается спорта, как правило, несовершеннолетние, которые начинают что-либо употреблять, они теряют интерес к этому, да. И им уже не актуально заниматься спортом, да, они завязывают, правильно вы сказали. То есть прогулы начинаются, да? Да, какие-то прогулы, не только в спортивной деятельности, но и в учебной деятельности. Плюс, возможно, какое-то снижение по успеваемости, оценки. Может быть, какая-то дополнительная демонстрация на уроках или родителям показывать свой характер. И многие родители путают это просто с пубертатным периодом, периодом взросления, да, когда идет бунт гормонов, когда формируется характер, темперамент. Действительно, и такое тоже может быть. То есть не каждого, может быть, бунтующего ребенка нужно называть зависимым и проблемным. Нет, это могут быть просто его возрастные изменения, так скажем. Так вот в каких случаях, до какой стадии нужно терпеть и наблюдать за ребенком, чтобы уже привлекать, пользоваться услугами психологов? Наверное, это, знаете, на интуитивном уровне у родителей должно быть, потому что первый явный признак употребления ребенком – это изменение поведения. А вот как изменится поведение, это уже будет видно родителю. Если, например, их ребенок был спокоен по своему типу темперамента, да, по своим особенностям, и тут вот он резко стал бунтовать, то уже можно обращаться к психологу хотя бы для диагностики, что это такое. Либо это случай употребления, и поэтому поменялось поведение, ну, либо это просто, ну, какие-то вот возрастные его изменения. Да, да, это же тоже нормально. Вы как психолог занимаетесь профилактикой, буквально на днях у вас состоялась встреча в одну из школ. Какая возрастная категория была перед вами, и что вы рассказываете? Да, действительно, мы занимаемся профилактической деятельностью и в школах, и в СУЗах, и в ВУЗах. И возраст абсолютно разный. То есть бывает и 5 класс, и 9, и 11. Естественно, для каждой аудитории свой подход в зависимости от их возрастных особенностей, поведенческих реакций. Но в любом случае мы не действуем как страшилка сказки про Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного, которые украдут, убьют и закончится жизнь. Мы действуем в позитивном ключе профилактики. Безусловно, о последствиях мы говорим, озвучиваем, какие последствия будут от употребления алкоголя, табака, наркотических, токсических веществ. Потому что ни одно употребление не начинается сразу же с каких-то серьезных наркотических веществ. Как правило, подростки начинают баловаться, как они считают, с легальных наркотиков в виде табака и все, что с ним связано. И в виде алкогольной продукции, энергетических напитков, алкогольных и безалкогольных, потому что считают, что это безопасно. То есть, естественно, о последствиях употребления мы ведем речь. А может быть, стоит показывать страшилки? Либо врачи и психологи сводятся их мнение к тому, чтобы надо поберечь психику подростков, этих пока взрослеющих людей. Либо все-таки это будет каким-то действенным моментом, когда показать, что же происходит с человеком, употребляющим наркотические средства, в худшей его стадии, так скажем. Они ведь все равно сами в просторах интернета видят все эти отрубленные руки, ноги, гангрены, разрушенные легкие, печень. То есть все это видно, но наш мозг устроен таким образом, что мы думаем, с нами это никогда не случится. Вот с ним, с моим соседом, кем угодно, но только не со мной. Плюс у них временные рамки, они размыты, возрастные в том числе. Для них человек в возрасте 40-45 лет – это старый и пожилой человек. А возраст как раз таких 15-20 лет – это самый уж в расцвете сил молодой человек или девушка. Поэтому, когда мы говорим, что ты и до 40 не доживешь, если пугать, точнее, они не поймут, потому что для них до 40 – это же уже так хорошо. Когда это будет? У нас остается мало времени, но тем не менее, сейчас у нас в крае особый режим. Но даже в таких условиях, я так понимаю, что работа психологов продолжится. Конечно. И какие у вас ближайшие планы, что сделать, с кем увидеться и в каком формате? У нас в условиях данной ситуации налажена дистанционная форма работы. То есть точно так же другие межведомственные организации зовут на их мероприятия. Благо, у нас век высоких технологий, можно это все дистанционно организовать, всю работу. Но это только временно, и как только это все закончится, опять же, тренинги включатся в свою силу. А сейчас у нас, что информация получится программа. Да, даже чтобы в таком формате ваша работа продолжалась. Да, будет абсолютно верно. И о вреде наркотиков узнавала как можно больше школьников. Спасибо. У нас в студии была Надежда Исаева, клинический психолог, наркологического диспансера Министерства здравоохранения Краснодарского края. Спасибо, что вы с нами. До встречи. Продолжение следует...